Христос воскресе! На счет локусом телевидении диалог о православии. Мы в прямом эфире, если у вас есть вопросы, вы можете задать их священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Брюковского монастыря Игумену Евгению. Отец имени Христос воскресе! Твой истин воскресе Христос! Да, мы продолжаем праздновать Светлое Христово Воскресение, будем праздновать До Вознесения Господня. Предлагаю нашу передачу начать с чтения отрывка Евангелия, где говорится как раз о воскресении Господа. У нас сегодня на очереди Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 1 по 10. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первой. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. – Начинаем с вами толковать. На цирконославянском языке первая фраза, где у нас говорится «в первый день недели», звучит «воедино суббот». Вот почему в русском переводе звучит как «едино суббот» и тут вдруг первый день недели. Вообще, что означает «вот суббота»? Тоже возникает такой вопрос. С днями недели понятно. Вторник, второй день, среда, средний день недели, четверть, четвертый, пятница, пятый. Почему-то суббота даже шестерк. – Ну да, как бы выбивается. Но воскресенье, понятно, что в честь воскрешения, воскресенье Христово. А вот суббота. Ну, субботу мы взяли из Ветхого Завета, потому что сам Господь говорил Ветхозаветному Израилю, что заповеди Божии, что седьмой день надо посвятить Господу. – Шесть дней работы. – Да, пребывать в молитве, в богообщении и не работать. То есть это как бы такой седьмой день, как праздничный день. И взято это из того, что сам Господь сотворил за шесть дней весь мир, а седьмой день Он почил, как написано в Ветхом Завете, то есть отдыхал. И так как мы должны уподобляться Господу во всем, то и здесь мы тоже должны шесть дней работать, а седьмой день также отдыхать и посвящать это Богу и добрым делам. – То есть это в Ветхом Завете суббота была? – Ну, седьмой день был суббота, да. В переводе суббота, то есть по-еврейски звучит как шаббат, это у нас, оно так интерпретировано, как суббота, это слово. Это покой, то есть это отдых в переводе с еврейского. И у нас это, так как вся неделя сдвинулась, то… – После воскресения, да? – У нас, да, по воскрешению Христове мы стали отдыхать и посвящать Господу седьмой день, который был раньше первым днем недели, то есть мы сдвинули, как бы… А суббота стала не седьмым, а шестым днем, а седьмым стало воскресенье, то есть бывший первый день недели. Ну, соответственно, в церковном календаре вообще воскресный день называется «неделей», то есть «неделай ничего», в переводе «неделя», «неделай». И за ним идущий день по неделе, понедельник. – После неделания, да? – После неделания, да, первый день по воскресенье, по понеделе. Вот, собственно, и вся, так сказать, наша семидневка, она четко распределена, и мы даже не зная того двигаемся по дням недели, которые соответствуют всей библейской истории, да? То есть это все еще из Библии взято удивительным образом. А верующий, неверующий, а все равно пользуется. Как и годы, да, от Рождества Христова. – Ну, вообще, наверное, это для нас существует время, да? А у Господа вообще все один день, седьмой день. – Ну, мы вообще не можем даже, так сказать, у нас нет таких критериев, нет таких понятий и терминов, чтобы выразить само существование божественное. Потому что все, что мы здесь используем в своих словах, в своих понятиях, в своих терминах, это все нам дано самим Господом для того, чтобы мы могли это воспринимать, чтобы мы жили не в каком-то, в таком совершенно непонятном и невообразимом мире, о структурированном мире. И это сделано именно для тварного мира. Господь, Он не тварен, то есть Он, Господь Иисус Христос, рожден от Отца. И, соответственно, Его существование с тварным миром никак не может состыковаться, поэтому мы не можем даже представить, как существует Господь вне времени, вне Вселенной, вне пространства, вне творений. То есть для нас здесь наш человеческий разум начинает проскальзывать, то есть наши шестереночки не зацепляются друг за друга здесь. Мы не понимаем, как это. То есть это невообразимо не только, кстати, человеком, но и ангелам невообразимо существование божественное. Поэтому здесь мы просто берём всё на веру. Когда приходит ученик, и он про себя рассказывает, и Симон Пётр, вдвоём они прибегают, и очень подробно описывается, как лежат там пелены. То есть пеленами лежащие, особо свитые. Почему так подробно описываются лежащие пелены? Я думаю, через это апостол показывает нам, что здесь было не какое-то спонтанное, случайное действие, когда, допустим, как иудеи говорили, что украли, или как Мария Магдалина говорила, что унесли тело Господа, его бы унесли вместе с пеленами. Или если бы решили распеленать там на месте, то это, конечно же, подвергло их опасности, потому что надо быстро было тогда уносить тело, пока воины, стерегущие гроб, не заметили бы этого. Поэтому первая мысль, то, что здесь всё было спокойно, неторопливо сделано, даже свёрнуто аккуратно и положено отдельно пелены, отдельно платочек, который голову прикрывал Спасителя. И здесь мы понимаем, что сам Господь, Он сам всё это аккуратненько сложил и положил на том месте, где Он лежал ещё в пеленах. Кроме того же ещё и пелены были, Господь был перед тем, как Он был захоронен, помазан. То есть это наверняка же всё и всё. Ну, там целая церемония была. То есть там же около 100 литров мира было принесено Никодимом. И мы, Иосиф Америмафейский и Никодим, вот они принесли этими 100 литров, представляете? То есть это всё пропитано, вся ткань была. А оно имеет такую маслянистую структуру, конечно же, оно пропитано. Но слиплость, я думаю, очень трудно было это, так сказать, разъединить, пока оно не высохло окончательно. И здесь мы понимаем, что каким-то чудесным образом Сам Господь освободился от этих пелен и аккуратненько их сложил и положил на месте, где Он сам лежал. Потому что в таком же случае с Лазарем четырёхдневным мы видим, что Он сам себя распеленать не смог. Он вышел спеленутый, совершенно непонятно, каким образом. Он вышел, и на главе у него был платок также повязан, и всё тело было в пеленах. И сам Господь сказал, распеленайте его, то есть развяжите его, потому что сам Он этого сделать не смог. А здесь как раз Господь всё сам смог сделать. И это как раз ещё лишнее доказательство того, что Господь воскрес. И не украли тело, если бы его украли, украли бы вместе с пеленами. Там уже где-нибудь в другом месте бы распеленывали. А на месте преступления этим бы никто не занимался. Поэтому здесь мы видим ещё одно из доказательств того, что произошло. Кроме того, на самих пеленах, то есть на плащанице, в которой было завернуто тело спасителя, был отпечаток той части тела, которая соприкасалась с этой тканью. И сейчас это можно увидеть. Это сейчас называется Туринская плащаница, потому что в Турине она хранится. Это как раз то, что лежало? Вот эта вот пелена, в которой было завернуто тело спасителя, она сейчас хранится в Турине. И на ней как раз запечатлена задняя и передняя часть тела Христова, со всеми ранами, побоями и кровоподтёками. То есть вот всё это на ней запечатлено. Причём даже делали точные частички, брали крови и пота найденные частички, и земли, потому что спаситель, когда нёс крест, он падал на колено, и лицом, на носу тоже были частички земли от мостовой найденные. То есть это всё, причём зафиксировано, причём даже посчитано, сколько раз били плетьми на этой Туринской плащанице, эти все отметины остались. С какой стороны был укол копьём, потому что там самое большое пятно крови, в каком месте были гвозди убиты, в руки и ноги, это тоже на Туринской плащанице всё зафиксировано. Как был на главе одет терновый венец, от него тоже кровавый след остался. То есть удар палкой по лицу перебито переносится, и кровоподтёк на лице, под глазом у спасителя. Это всё на Туринской плащанице неизвестным образом запечатлено, и многие неверующие пытаются сказать, что это какая-то искусственная подделка, но так как это всё сделано, так сказать, с фотографической точностью, то есть это негатив фактически, то никакой подделкой это не пахнет, потому что невозможно подделать фотографическую точность. А здесь именно как фотография показывает точные все евангельские следы страстей Христовых перед распятием и по распятии. Соответственно, мы называем даже плащаницу эту пятым Евангелем, потому что она также свидетельствует о воскрешении Христа. Вот такой вопрос возникает, когда читаешь Евангелие от апостола Иоанна. Апостол Иоанн несколько раз говорит себе как об ученике, которого любил Иисус. Ну вот, соответственно, возникает вопрос, почему-то там говорится, что Господь других меньше любил. Ну это, конечно же, такая условность. Просто среди апостолов, наверное, было такое мнение, что Господь его больше любит, потому что он на вечерах, он всегда даже лежал на лоне Иисусове, то есть был рядышком с ним всегда. Он всегда был в числе тех трех учеников, которые Господь всегда с собой брал, ну, например, при своем преображении на горе Фавор или в других местах, там, Гефсимании, когда молился, он взял кого? Петра, Якова и Иоанна. Да, и вот эти вот три ученика, они как бы были выделены как бы из среды других учеников, и мы видим, потому что Евангелие от Иоанна показывает нам многие такие моменты из жизни земной Христа, которые апостолы не могли знать. То есть, ну, например, беседа с Никодимом, когда Никодим ночью тайно пришел к Христу и беседовал с ним тет-а-тет, то есть наедине. Ну, какие встречи с самарянкой, да? С самарянкой, когда все апостолы ушли. Да, женщину там взяли. То есть, это откуда мог знать Иоанн Богослов? Только из личной беседы со Спасителем, когда Господь ему это открывал. У других апостолов этого нет ничего. Поэтому, ну, вот сложилось такое мнение, наверное, среди апостолов, что его Господь больше любит. Но на самом деле Господь любил всех. И каждому воздавал по тем качествам, по той силе любви, по той самоотдаче, которые сами апостолы Господу приносили. В жертву, в свою жизнь фактически принеся в жертву Господу и Евангелию. Ну, и может быть, он даже так говорит, он же свое именно ни разу не называет, что, да, там, это я, вот свидетели, как говорят, это я был, я такой-то, такой-то. А здесь он ни разу не говорит, хотя свидетель, да, он говорит все время про ученика, которого любил Иисус. То есть, получается, может быть, за смирение так в третьем лице себе говорил? Ну, понятно, что он, будучи очень духовным человеком, и не зря он был приближен ко Господу, да, за счет этой духовности он понимал, что вот выпячивать свое «я», что «а вот мне, а вот я, а вот я был, а я видел», это звучит горделиво и, ну, не духовно совершенно. Поэтому он в третьем лице себя так называет по смирению и по такому, ну, внутреннему, наверное, устроению своей души. Кроме того, мы видим также, что и Богородица практически, ну, в Евангелии не описывается ее жизнь, ее слова, ее действия. Это тоже ее было волей, чтобы ее особо там вот не было таких описаний, ну, ярких и личностных описаний Пресвятой Богородицы. И поэтому, так как Матерь Божья жила с Иоанном Богословом, естественно, он брал и с нее пример. И вот это все, оно в совокупности создало вот так преподнесенные такие вот информации о самом себе. Иоанн Богослов очень аккуратно, в третьем лице, чтобы никто не заподозрил его там в тщеславии, гордости и превозношении. Ну, и надо отметить, что апостол Иоанн был, да, Богослов единственный, кто был свидетелем Голгофа, распятия Господь. Из апостолов, да. То есть там жены-мироносцы присутствовали, и Матерь Божья стояла при кресте, когда Господа распяли. Но из апостолов был только Иоанн Богослов, и это показывает его силу любви, которая превозмогла все страхования и опасности. И вот он все равно был там, и, собственно, его Господь, так сказать, избрал из всех апостолов, что ты, это твоя матерь на Престой Богородице показывая, а Престой Богородице говорит, это твой сын, показанный Иоанном Богословом. То есть здесь он также показывает всю любовь к Иоанну Богослову, поэтому и по этой причине, наверное, апостолы считали, что его Господь любил больше всего. Хотя это удивительно, да, когда мы видим, что после воскресения, да и когда Господа вообще взяли все апостолы, убежали, попрятались, и даже Петр говорит, нет, я не знаком с этим человеком, да. А апостол Иоанн, мы знаем, что, да, когда в одном из, один из европейцев описывает, когда нужно было пройти ко костру, да, то есть он провел. В дом Каяфы. Да, и он провел Петра, потому что там было написано, что Иоанна знали, то есть все знали, что это был ученик Господа Иисуса Христа. И ему как раз в первую очередь вот был такой вот. И никто не именил ему это, так сказать, в какую-то там претензию, да, то есть ведь знали, что он с Господом был и видели его в доме Каяфы, но к Иоанну Богослову никто вот таких слов не привнес, что и ты ученик, и ты вот там был с ним. Нет, это было именно только Петру, так сказать, присвоено вот это вот качество, что ты ученик. А Иоанна Богослова Господь хранил, и поэтому он пребывал с Господом всегда. И во время судилища, и во время крестных мучений, везде Иоанн Богослов был с ним вместе. И потом всю жизнь Престой Богородицы он также был с ней вместе, везде и всюду они ходили вместе, и он нигде ее не оставлял. Еще хотелось бы отметить такой момент, да, мы знаем, что Господь, Он любит всех, но избирает там 70, там особо избранные к Нему пролеженные 12, из 12 мы знаем еще 3 рядом с Ним, да, всегда это Иоанн, Иаков, брат его, и Петр, да, вот они втроем. Но еще такой момент мы часто замечаем, что Петр всегда вместе рядом с Иоанном. То есть они вместе бегут, и как грубо, потом в лодке, вот они, когда Господь же тоже на Твериатском озере, да, явился, тоже Петр спрашивает, и когда Антайн вечер лежал, тоже он говорит, там, Петр Иоанну спроси, вот, хотя он первоверховный вроде, да, а все равно, может быть, боялся в какой-то момент, а вот Иоанн мог дерзновенно так спросить, кто будет предателем. Ну, скорее всего, вот эта вот любовь, которая и у Петра любовь ко Господу была огромной силой, и мы видим, что и он, то, что у него так получилось отречься от Христа, он потом облакивал всю свою жизнь, как только он слышал голос петуха по утрам, он начинал плакать в воспоминаниях о том, что он сделал вот на судилище в доме Каяфы. И, конечно же, эта любовь, она их сблизила, они стали как братья по такой вот глубочайшей любви ко Христу, и поэтому везде пребывали, ну, кроме того, и сам Господь их избирал, и в каких-то случаях, там, у кого-то исцеления или воскрешения кого-то, он брал Петра, Иоанна, и вот они, собственно, были уже этим объединены самим выбором Христовым. Ну, и действительно, еще и, наверное, были такие более близкие отношения, дружеские отношения, мы видим, что они ловили рыбу вместе, обещники были, то есть обещали помочь, да, вот там Петр и Иоанн с братьями. Соответственно, это же тоже говорит о чем? О том, что они дружили друг с другом, хотя возраст у них был совершенно различный, то есть Петр был уже, ну, взрослый мужчина, а Иоанн совершенно молодой юноша был при проповеди Христовой земной, поэтому здесь, я думаю... Он вообще в разы, да, то есть Петр, он семейный был. Да, да, Петр была жена и тещу, которую Господь исцелил, да, а Иоанн Богослов, он избрал такой монашеский путь, то есть он был девственник, как и Христос, собственно, девственник, и еще и поэтому, наверное, Господь его избрал из всех. То, что и самый младший, может быть, из всех был, тоже как говорят, в семье, да, самый младший. Ну, маленьких всех любят, да, 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 последующие, так называем, да. Здесь тоже, может, и эти моменты. Ну, то есть мы видим, что какая-то была дружба, какая-то общность, какое-то единомышление было между Петром и Иоанном, их сближало, и та самая любовь ко Господу их также сблизила настолько, что они вот везде, всюду были вместе. Да, как святые отцы, да, такое аллегорическое даже значение, да, предает, что Петр – это как-то символ веры, да, а Иоанн знаменует разум. Ну, да, мы же помним, что Петр-то, он от своего отрождения назван Симон, то есть он не Петр, а Петр в переводе – это камень, камень веры, да, Господь, это вложил смысл. Это сам Господь дал Петру имя Петр, подразумевая твердость его веры, а Иоанн Богослов, он был избран Господом за его рассудительность и духовный разум, который даже называется таким духовным видением, то есть он своим разумом, ну, например, написал апокалипсис, то есть он вот уже две тысячи лет прошло с того момента, как он описал, видя своим разумом конец мира, то есть это же не вера показала ему, а духовный разум, данный от Господа, и поэтому они отличались. Ну, наверное, они взаимодополняли друг друга, потому что вера без разума, она, конечно, становится несколько слепой. После вознесения Господа тоже видим, что Иоанн и Петр тоже вместе были, да, они вместе как раз совершили первое чудо исцеления, да, Хромова. Да, везде ходили вместе, и здесь опять же вот… Хотя за всех говорит Петр, да, то есть они двоим обращаются, вот. Ну, вот Петр, так как он был все-таки взрослее, и… И ему доверено было все-таки, да? И, собственно, ему сам Господь сказал тебе, дам ключи от Царства Небесного, и что ты здесь свяжешь, что будет связано на небе, что ты здесь развяжешь на земле, это будет развязано на небе. То есть, ну и, кроме того, никто из апостолов, кроме Петра, не ходил по воде, да, то есть мы видим, что такой твердой веры Иоанн Богослов не имел, то есть он по воде не ходил, а вот Петр это имел. Поэтому они взаимодополняли, как я говорю, друг друга. Петр верой укреплял, а Иоанн Богослов видением, духовным, разумением, рассудительностью своей дополнял веру Петра. И поэтому они, наверное, везде и всюду были вместе. Ну и для нас это как бы урок, да, что в нас может это все сочетаться, должно сочетаться. Ну мы должны, да, в себе найти также веру и рассудительность, и, конечно же, мы веру должны подчинять рассудительности, потому что иногда дела веры без рассудительности, они не всегда правильными получаются, то есть они иногда бывают слишком такими горячными, как это Петр часто нам и показывает, да, в своей жизни. И не хватает разумности, не хватает такой утонченности, не хватает, как бы, иногда и даже сокрытия этой веры для, ну как Господь, например, Он сам сказал, не мечите бисер перед свиньями, да. Вот это тоже должны мы понять и каким-то образом отнести к своей вере. То есть наша рассудительность должна с верою создать такой компромисс внутренних дел и внешних дел, что одно другому не мешало, а лишь дополняло друг друга. То есть мы имеем внутри себя веру, без которой, конечно же, ничего бы не было бы, никакого духовного разума, то есть рассудительности у нас бы не произошло без веры. Но и без рассудительности вера была бы очень грубой. Как мы видим, Петр часто доставался ему от Господа, когда Господь даже ее назвал «Отойди от меня сатана», когда он по любви к Богу сказал «Да не пойдем мы в Иерусалим, если там тебя убьют». Ну это человеческая, да, уже такая любовь. Это, да, любовь человеческая, но она на чем? Она на вере во Христа, да. То есть он верит, что, он говорит, мы сейчас идем в Иерусалим, и там меня распнут, да, убьют. Петр восклицает «Давай туда и не пойдем тогда». То есть вера без рассудительности. Вот предлагаю поговорить побольше об этом, да, о рассудительности. Мы в прошлой передаче с вами начали говорить, что мироносцы – это когда мироносцы и апостолы Петр, они, вообще все апостолы, немножко у них разная любовь, да, то есть женщины больше такие на чувствах, вот, но вот мужчины больше на рассуждениях. Вот что такое вот это рассуждение, да, на чем оно основано, как оно появляется у нас? Ну, это очень тонкая, конечно, материя, которая присуща человеческому естеству и которая отсутствует у животных. То есть, причем, ну, что такое рассудок, мы понимаем, да, а вот что такое рассудительность, ну, это как, наверное, делание рассудка, во-первых. Во-вторых, рассудительность плотская и рассудительность духовная – это совершенно разные вещи. То есть, по плотской рассудительности, по уму такому человеческому, плотскому апостолы, чтобы сохранить свои жизни, они, конечно, не должны были проповедовать, потому что они понимали, что их убьют. И им говорили, не перестаньте, мы вас убьем. Что, собственно, и потом и произошло. Всех апостолов ведь убили. То есть, никто из них не умер своей собственной смертью. Их всех, кого распяли, кого там отсекли голову, как Павлу, там кого-то копьем проткнули. Ну, в общем, всех убили за их проповедь. То есть, по плотской человеческой размышлениям рассудительности надо было бросить это дело. Но духовная рассудительность, она была более сильна, и она их как раз и вела к этой проповеди, хотя умом они понимали, что это приведет и к смерти. Но рассудительность духовная говорила, что это даст вам намного больше, и через это вы проявите свою любовь к Христу во много крат больше, чем если вы будете просто прятаться. И, конечно же, без Духа Божьего рассудительность духовная невозможна. И многие святые говорят, что рассудительность, духовная рассудительность, это духовное зрение своеобразное, когда человек уже не столько размышляет, рассуждает, сколько просто видит духовными очами, что, зачем следует и какие последствия грядут. Ну, вернусь опять же к апокалипсису, как апостол Иоанн мог увидеть, вот там, две тысячи лет вперед, что будет происходить с человеческим родом в конце времен. Как это можно было? Никакой ум, никакое размышление и там законы человеческой жизни, и какие-то концепции, теории там или другие размышления человеческие не смогут предоставить человеку прогноз на две тысячи лет вперед. И здесь только духовная рассудительность, то есть духовное видение Иоанна Богослова, оно дало возможность нам знать, через него было открыто нам, что будет через две тысячи лет, а то и больше, когда уж конец света мы же не знаем. Вот. Тем не менее, это факт. И те шаги, которые в апокалипсисе описаны, они уже, часть из них совершилась. Мы видим уже сбытие этих пророчеств Иоанна Богослова. Ну и, конечно же, без рассудительности никакая человеческая добродетель невозможна в смысле спасения, потому что любое из наших добрых дел, сделанное без рассудительности, без духовного видения, оно приведет лишь к каким-то частным, так сказать, последствиям, и в большей части они будут греховные, потому что любое доброе делание, ну, например, милостыня без рассудительности, она может быть движима гордостью. Если это, например, там пост без рассудительности, он может привести к болезни и вообще к гибели человека, и к той же самой гордости. Какие-то молитвенные моменты, правила могут привести к фанатизму без рассудительности, да? И мы видим, что, знаете, как вот пища без соли, из чего бы она ни сделана была, она все равно невкусна. То есть соль каждому блюду придает вот свой, так сказать, завершенный вид и правильность этому блюду. Вот также и рассудительность – это соль, которой мы должны приправливать всякое наше доброе делание. Рассудительность и мудрость – это можно назвать мудростью? Мудрость – это… ну, мудрость житейская, да, нам известная. Мудрость – это больше опыт человеческой жизни, то есть это больше знания, накопленные в течение жизни, на основании которых человек делает какие-то выводы. А рассудительность – мы видим, что Иоанн Богослов, он был молодым, и опыта у него особо житейского не было, но он уже имел вот это вот духовное зрение. Поэтому рассудительность и мудрость – это разные вещи, хотя мудрость, она, конечно же, рассудительностью накапливается. То есть рассудительность дает видение того или иного жизненного, так сказать, процесса, и в дальнейшем то, что видит духовными очами душа человека, она откладывает в своей памяти и уже пользуется этим. Это уже получается мудростью. То есть мудрость – это такой плод рассудительности, я бы так сказал. Мы можем что-то сами сделать для того, что у нас появилась рассудительность. А вот вы сейчас говорите о духовной рассудительности, а есть вот такая рассудительность? Мирская, что ли? Как нам поступать? Ну, я уже говорил, что мирская, плоская рассудительность есть, конечно. То есть, ну, как… Ну, может быть, не плоская, а душевная. Ну, или душевная рассудительность, да. Мы можем пользоваться своим умом, который дан каждому из нас, как один из талантов. При рождении мы этим умом пользуемся и рассуждаем, что, да, вот у меня от моего дома до электрички там 10 минут ходьбы. Соответственно, надо посмотреть, как расписание, чтобы не опоздать на электричку, чтобы не опоздать туда. Вот это рассудительность мирская. И ей мы пользуемся, ну, каждый день там. Или смотрим там на машине, сколько еще до заправки надо доехать, хватит ли мне бензина. Это тоже рассудительность, которой не у каждого хватает частенько, да. Но это рассудительность плотская, мирская рассудительность, которая нам не дает таких полезных качеств для вечности. То есть она дает пользу здесь, вот непосредственно в течение нашей жизни и помогает, конечно же. То есть мы можем правильно распределить свои силы, свои умения, свои финансы или свои какие-то знания или какие-то свои знакомства с помощью рассудительности правильно использовать. Но это все дает нам пользу только здесь, в этой жизни. А вот после смерти дает пользу только духовная рассудительность. В этом они различны. Приобрести ее, например, да, поступать в том или ином случае. Как? Прежде всего, рассудительность, она опирается на духовное видение. Если мы еще не достигли духовного видения, то есть у нас еще его нет, да, мы должны опираться на рассудительность святых отцов. То есть мы должны послушаться, послушаться тем же апостолам, к тому же Яну Богослову в его поучениях, читать его поучения. И прочим святым отцам, которых церковь православная уже имеет огромное количество. Ну и в первую очередь, наверное, Господу, да, Евангелие, заповеди. Оно, нет, это однозначно источник любой мудрости и рассудительности, духовного видения, конечно же, сам Господь. И мы, конечно же, не можем ничего достигнуть без него, по словам евангельским, без меня ничего доброго сотворить не можете. Сам Господь об этом говорит. Но чтобы к этому идти, нужны для новоначальных какие-то примеры. Адаптированные такое, да? Да, разжеванные, скажем так, примеры, разжеванные на жизни людей, уже прошедших эти этапы, уже вошедших в Царство Небесное. То есть мы учимся на примерах. Ну, даже чтобы научиться математике или русскому языку, нам нужен учитель. Так же и здесь, чтобы научиться рассудительности духовной, нам нужны учителя. Учителя – это как раз те, которые уже прошли этот путь, которые достигли вот этого духовного видения и которые оставили после себя, так сказать, такие вот опытные делания, которые мы можем просто повторять за ними и достигать практически того же, чего и они достигли. При послушании им, конечно же. Вернемся к чувствам. Можно ли нам вообще доверять своему сердцу, как говорят? Вот как мне сердце подсказало, там я и поступаю. Ну, конечно же, нельзя сердцу доверять, потому что сердце у нас заражено грехами, страстями. И часто наше сердце, наше чувство, они несут дурные нам совершенно-таки намерения, желания и чувства. И мы должны их отсеивать как раз с помощью этой рассудительности. Хотя, ну, как в Евангелии написано, что из сердца человеческого исходят добрые дела и злые дела. Исходит также из сердца человеческого. И если мы имеем рассудительность, то мы можем отсеять плевелы от пшеницы. То есть злые дела рассудительностью мы в своем сердце можем подавить и искоренить, а добрые дела в своем сердце рассудительностью нашей духовной, видением этих добрых дел и злых дел. Мы можем развить добрые дела в своем сердце и добрые чувства. И тогда наше сердце станет чистым. Потому что, опять же, евангельский текст говорит о чем? Что блаженно чистые сердцем в те узрят Бога. Бога увидят. То есть мы, развивая рассудительность, духовное видение, мы ее можем довести, вот эту вот удивительную черту духовной части души человека, мы можем ее довести до видения самого Господа. Да, вот это, конечно, вопрос. В голове не умещается наш разум, не может это воспринять, но тем не менее той самой высшей степенью достижения результата является видение Бога через рассудительность. Планка для нас слишком высока. Вот мы так вот здесь, на земле. Все-таки нам больше стоит доверять самому разуму. То есть опираться, например, читать больше Евангелие. Даже не своему разуму, а разуму церковному, духовному разуму, которого у нас еще нет и который надо воспитать. Но мы, похоже, на первокласса, которые пришли в школу, еще не знают ничего, но пытаются уже что-то делать. И тогда наши учителя в первом классе, они наши умения, еще, так сказать, неопытные действия, какие-то там навыки не сформированы, они их выстраивают в правильной конфигурации, и получается, что мы уже к концу какого-то там класса уже чего-то умеем, чего-то знаем, чего-то можем. То есть здесь надо слушаться. И если мы будем слушаться... Слушаться священников. Слушаться церкви в лице священников, в лице поучения святых отцов, апостолов и прочих наставлений церковных. И если это будет, то вот это послушание искренним, то тогда мы действительно с помощью, ну, можно так привести аналогию, знаете, вот как сделать микросхему для какого-нибудь компьютера. Ну, кто знает из нас? Никто практически не знает. А есть такие технологии, они изложены, они вот прям там там, тома целые написаны, как там сделать кристалл кремния, как его правильно нарезать, как его отшлифовать, как на него напылить, там какие-то структуры, потом еще чего-то делать. И в итоге получается удивительным образом, вот с помощью этих технологий получаются микросхемы, которые потом используются ну вот в качестве компьютеров и даже там искусственного мозга. Вот то же самое и здесь. Технология обретения рассудительности, она изложена. Вот эта технология, она содержится в священных писаниях и в поучениях церкви и святых отцов. И если мы эту технологию берем, начинаем читать, изучать и себе прилагать, то мы создаем в себе удивительное качество, которое у нас от рождения не было. То есть мы его взращиваем. Ну как вот по аналогии из технического мира, как вот выращивается этот кристалл кремния, в котором выращивается потом микросхема. Так здесь мы, но это плотское, да, но мы все видим, что это действительно достижимо, и возможно, и это делается на потоке. То же самое и здесь. Если мы имеем технологию выращивания внутри себя духовного видения, рассудительности, почему бы этим не воспользоваться и не начать в себе взращивать это качество. А как мы вообще можем погрешить чувствами? Ведь мы просим в молитвах, там о молитве написали святые отцы, чтобы чувствами согрешали, чтобы Господь нас простил, что мы согрешаем в чувствах. Ну, так как чувство – это та коммуникация, которая соединяет нашу душу с внешним миром, то через эту коммуникацию мы можем приобретать из внешнего мира как пользу, так и вред. Ну, как через окно может и чистый воздух с запахами каких-нибудь цветов к нам войти в квартиру через окошечко, а может и какой-то смрад зайти также через это окошечко. То же самое через зрение мы можем увидеть красоту мира и быть поражены творцом этого мира через видение его творений. Но мы также через зрение можем оскорняться в виде какие-то непотребства, какие-то развратные вещи, какой-то еще человеческой нечистоту, и это также через зрение войдет в наше сердце. И Господь сам говорит, да, если вы даже посмотрите, например, на женщину. Да, на женщину, да, то вы уже прелюбодействовали с нею, то есть один взгляд на женщину с мыслями блудными – это уже прелюбодействие, да. Соответственно, то есть зрение, понятно, можно в плюс, можно в минус. Слух. Можно слух использовать для поучений божественных истин, для слушания Евангелия, для слушания молитв, для каких-то других полезных вещей, да, а можно слух использовать для того, чтобы развращаться. То есть это матерная речь, это какие-то непотребные песни, это какие-то совершенно развращенные слухи, разговоры, клевета и прочее, то, что, ну, как говорится, у подъездов, да, говорят, то есть с осуждением, с прочими вещами. То есть мы через слух можем также оскверняться. – Да и вообще даже любая, да, такая изнеживающая музыка, как мы любим там включить, что-нибудь послушать, раз. – А, да, расслабиться, да, да, да. Это же тоже расслабление, которое не приносит пользы. – Расслабление – это вообще парализация, да? – Ну да, то есть такое опьянение только через слух. Ну, если про опьянение речь зашла, то чувства наши, так сказать, вкусовые, они приносят нам пользу, если мы определяем полезной этой пищи или уже она прокисшая и вредная, но мы также через вкусовые свои рецепторы и можем себя приучать к сладостям каким-то. То есть мы сластолюбие вырабатываем в себе, то есть мы можем выпивать, да, как вкусно, как приятно, мы можем там услаждаться другими какими-то пищей и питьем для того, чтобы услаждаться, не для того, чтобы жить и, так сказать, укреплять свое естество, да, телесное, а для того, чтобы ставить цель услаждения. Вот это тоже уже грех через, ну, наши вот вкусовые рецепторы. Ну, вот так же через осязание, да, мы можем определять для себя опасности, мы можем определять для себя полезности осязанием, да, ну, шуршавые, холодные, горячие там и острые там или еще чего-то и таким образом определять, вот, как отнестись к тому или иному предмету, к тому или иному событию. А можем через осязание также согрешать, когда мы та же самая изнеженная, то есть те же самые там, какая-то ванна, какие-то там, не знаю, массажи или еще чего-то там, тем более блудные действия осязания тоже участвуют в этом, вот, и так далее. То есть мы все фактически чувства, которые у нас есть, мы можем использовать как в плюс, как в спасении души, так и в погибель для души. Я думаю, сейчас мы говорим о телесных, да, чувствах, как мы в прошлой передаче с вами разбирали, да, что есть телесные, душевные и духовные чувства, да? Ну да, три интересных степени. Душевные у нас повреждаются тоже через телесные, получается, вход является. Ну, так как, да, это чувство телесное является дверями в душу, для душевных чувств, они также являются, естественно, стимуляторами. И мы видим, что душевные чувства, они могут быть, ну, через зрение, красоту мира, через слух, там, гармонию, звучание, через другие какие-то моменты наших чувств, мы можем пользу принести душевным чувствам, а можем также и навредить им. Потому что многие сейчас картины, например, ищут не красоты, а какого-то непонятного, там, совершенно кубизм какой-то, там, какие-то безумия какое-то изображено. Или красота, которая, как нам кажется, красотой, все равно это все бестолковое. Все это, да, отвлекает от Господа, да, совершенно правильно. То, на чем, собственно, вот и согрешили Адам с Евой, то есть они настолько увлеклись красотой и вкусом, и запахами, и, собственно, разнообразием райских садов, что они забыли про Бога. И они, в общем-то, и не грешили ничем, но вот этим, единственное, что они забыли Господа с единственной заповедью, там, о определенном дереве, с которым нельзя кушать плоды, это послужило их падение. То же самое и мы. Мы можем увлекаться с этими чувствами, в том числе и душевными чувствами, которые нам закроют дорогу к следующим, к духовным чувствам. То есть мы не должны останавливаться на душевных, мы должны идти дальше. Иначе мы перестанем развиваться и в итоге не выполним той задачи, которую нам Господь поставил в этой жизни. Какую задачу поставил Господь? И духовные чувства против них? Какой грех? Духовные чувства мы должны развить и к концу жизни прийти духовными людьми, потому как Господь сказал, в чем застану, в том и сужу. То есть мы должны сдать экзамен по окончании этой школы земной жизни и обрести все, что мы должны были обрести. То есть мы должны приобрести терпение, мы должны приобрести любовь, смирение, веру, надежду и прочие духовные чувства, которые, конечно же, просто так от рождения их у нас нет. Их мы должны вырастить внутри себя. И это приведет нас к следующей, так сказать, уже ступеньке человеческого естества, уже равноангельской, если уж не подобной Богу. Ведь у Господа эти все чувства есть. И если мы эти чувства здесь в себе обретаем, мы в какой-то степени уподобляемся Господу и становимся Его детьми, похожими на своего Отца Небесного. И в этом наша задача. Но и обратная сторона, то есть если мы деградируем, то духовные чувства превращаются в злобу, в ненависть, в гнев, в клевету, в осуждение, в зависть и прочие нечистоты. Это духовные чувства. И самое главное, это, наверное, неверие. Конечно же, неверие, конечно же, гордость и тщеславие, и превозношение. То есть мы таким образом взращиваем в себе совершенно другие чувства. Чувства бесовские. Не уподобляемся ангелам и Господу стремимся, а уподобляемся к падшим ангелам и стремимся, в общем-то, в ад. Хотя мы, конечно, не хотим в ад попасть, но делаем все, чтобы быть достойными адами. Ну да, кто сейчас задумывается, когда все хорошо. К сожалению, через взращивание подобных чувств, злобы. Почему нам церковь всегда говорит «боритесь с этими злыми, нечистыми, страстными помыслами, желаниями, чувствами», чтобы они не превратились в привычку, а привычка – это уже вторая натура. То есть тогда эти чувства станут вашей натурой, вы станете подобным бесам. И вот здесь сами себе подпишите приговор в ад. Вот это, конечно же, важно. Да, ничто нечистое не войдет в царство небесное. Царство небесное, да, войдут только те, кто уподобились ангелам и Господу самому. Хотя бы в каких-то. Я уж не говорю, что весь набор, все заповеди блаженств мы, так сказать, собрали в себе, но хотя бы одну из этих заповедей мы должны исполнить. Осталось полтора минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, я всегда рад общаться с вами и хочется, чтобы те слова, которые здесь произносятся, они запали вам в душу и принесли свои плоды. Поэтому, Христос воскресе, помощь Божия. Божия. Благодарю вас, Светлана Еменина, что вы приехали, приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова